Как проявляет семейный эгоизм? Приходишь домой, настроение портится. Дети капризные, эгоистичные растут. Муж сидит, смотрит телевизор. На тебя по барабану. Ты начинаешь обижаться, замыкаешься в себе. Люди отгораживаются от друзей, от родителей, от знакомых. Все сидят по своим конурам, встречаются вместе, только поругаться. Это означает осквернённую атмосферу. То же самое может быть в любом учреждении. Ты заходишь в какой-то магазин, и ты чувствуешь, что тебе хочется что-то купить. Почему? А там продавщицы улыбаются. Что ты хочешь купить? Что вы хотите мне что-то дать? Да нет, что ты хочешь купить? Покупай вот этот, тебе больше понравится. Это не покупай. А, хорошо, ладно. А вот этого у нас нет, иди в соседний магазин покупай, там лучше. Хорошая продавщица. Пошёл, купился в соседний магазин, потом к ней возвращается. Почему? Хороший человек. Хочется с этим. А что ещё посоветуете? А вот это вот. Всё. Понимаете, хочется жить. Есть жизнь. Означает бескорыстие. Есть жизнь. Означает бескорыстие. Означает, человек всегда будет процветать. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, приносит розу вам на грудь, цветочница анютка. Такая безнеска. Это настроение, оно даёт удачу человеку. Понимаете? То есть это то, что надо делать в вашей семье. Теперь вы скажете, у меня муж свалил. Детей бросил. Меня бросил. Мы ему теперь не нужны. Так ты неправильно жила. Ты должна была культивировать не вот это. Вот живём для себя, копим на квартиру, обучаем детей, денежек у нас нет ни для кого. Это и привело его к этому. То есть чем больше эгоизма, тем больше в сердце эгоизма. Чем больше мы для себя живём, тем больше, значит, у него бессовестности развивается. Нужно алтарь ставить. Даже пищу для себя нельзя готовить, дорогие мои друзья. Чтоб вы знали. Нельзя ни для себя, ни для мужа, ни для детей пищу готовить. Пищу надо готовить только для Бога. И тогда муж очистится, дети очистятся, и вы очиститесь. Потому что человек страдает только от эгоизма. А эгоизм это и есть та сила, которая разрушает жизнь. Почему люди ругаются? Вот если глубоко разобраться в этом вопросе, каждый отстаивает свои права. А это и есть эгоизм. Вы хотите, чтобы женские права восторжествовали, муж хочет, чтобы мужские. Вот и всё. А если эгоизма мало в доме, то тогда ругаться незачем, всё нормально.